Привет мужики! Здорово! Пришло время поговорить. У нас на канале 346 тысяч подписчиков на данный момент. Это очень круто, друзья. Ради этого что мы сделали? Мы запустили стрим. Как обычно, один и тот же вопрос. Вы гей? Гейские браки в России запрещены. Значит? Стрим был крутой. Самый успешный наш стрим в плане денег, ну так скажем. Там нам пожертвовали очень много денег в плане на Ронина, который мы собираем на Ронин. Подруга. Дни. Молодцы, да ну. Молодцы. Так держать. Да вы что? Блин, дружище, дружище, дружище. Стабилизатор для камеры. Типа куриная башка, чтобы можно было с ним ходить. Стадикам. С стадикам, да. Он стоит сколько? Электронный стабилизатор. Он стоит на тот момент, когда я ставил эту цель на стрим, он стоил 126 тысяч. Мы на стриме собирали 50 тысяч. Остальное мы добавим из своих сбережений. И мы эти деньги успешно собрали. Как прошло лето? Как я провел это лето? Как обычно у меня лето проходит. Никуда я в отпускании не езжу, за границей не езжу. У меня даже загранпаспорта нет. Я провел все лето в Иркутске. Чем занимался? Все мои мысли и занятость была занята переездом в квартиру. Я где-то рассказывал, что покупал квартиру в строящемся доме. Дом сдали. И проходил у меня ремонт. Ремонт проходил вообще негладко. Должен был закончиться, по-моему, в феврале, а закончился в августе. Ну так. Да. Мы там реально воевали со строительной бригадой и вообще со всеми. Слава Богу. Со всеми был бой. Опыт повоевать у тебя есть. Да, да, да. Вы, наверное, видели, что часто мы снимали ролики в квартире, где мятая дверь. Это вот старая квартира. В новой квартире пока снимать не можем, потому что там эхо. Мебели нет, ничего нет. Спим на полу. Вот так это лето и прошло. Все так у меня прошло. У меня не было таких проблем. Нет. Ни первой квартиры, ни второй. Я за это лето тоже никуда, вообще никуда не попал. Ты был в Варшане. Ну что Варшане, Варшане. Ты был в Варшане. Ты ездил, отдыхал с семьей Варшан. Роман. Это было? Ну ездил я в Варшан, да. Я никуда не ездил, друзья. Ни в какой Варшан я не ездил. Не, у меня в этом году вообще не получилось. На Байкал съездить. Ну вот мы на Байкал один раз ездили вместе с работой. Да, да. На сутки там. Могу фотографии оттуда тоже тебе скинуть, ты поставишь эту свою. А, ну давай. Очень классно. У меня сломалась машина этим летом. Я вообще про геморрой, про геморрой. Нет, она сломалась один раз. Не один раз. Она до этого сломалась зимой. Второй раз она сломалась летом, но надолго. Все спрашивали, что я на Карибасе. Карибас это я брал у своего, у брата моей жены. Кто это? Это Гриха. Нет. Как он? Типа... Я не знаю. Шурин, как это правильно? Напишите в комментариях, кто это. Это Гриха. Кто он после этого? Я понял, когда до выпуски ты говорил, что она вообще не ломается. Я проездил не очень долго, она вообще не ломалась. Не ломается ФИТ? ФИТ ломается, Слава. ФИТ не ломается. Слава, ФИТ ломается. Слава, ну ты сколько? За 8 лет один раз он был в ремонте. Ну, как же один раз он был в ремонте, Слава? Зачем ты так говоришь? Коробка, двигатель. Это все за раз. Это вот один раз. Стало много людей и нас узнавать. Да? Ну, да. Узнают. Узнают. Блять, это круто. Это прикольно. Я стесняюсь. Ребят, если вы видите, что я неоднократно себя веду, я стесняюсь просто. Ребят, тут вывесилось. В Иркутске у нас есть кинокомпания, которая снимает полноценные фильмы. Сняли Пахабовск на Байкал. И вот сейчас они работают над короткометражкой «Даю посадку» с Певцовым. То есть люди реально снимают серьезные фильмы, которые отправляются на фестивали. И вот мы с ними встретились. Да, встретились. Случайно узнали об этом. Встретились, пообщались. И, ребят, у нас скоро будет кипеть работа над сериалом. То есть мы им рассказали свои планы, что мы хотим снять полноценный комедийный сериал. И они, ну можно сказать, что мы заручились их поддержкой. Они сказали, что помогут, чем могут, тем помогут. Да, по крайней мере покажут двери, в какие нужно пройти за сценарием, за оператором, за продюсером, за всем остальным. Двери нам покажут и дальше будем разбираться. Кстати, кому интересно, я вот кое-как приболтал, чтобы он выставил ссылочку на мой инстаграм. Если кому-то интересно, заходите, смотрите. Потому что много задают вопросов, пишут в комментариях, как, чем занимаешься. Ну там как бы вот, ну фоточки там я туда вылажу. Посмотрите, кому интересно. Мужики, помните кнопочку спонсорские подписки? Да, есть такая. YouTube рекомендует о ней напоминать. Ну все, мужики, пока!